19 тысяч евро на чартер. Нардеп Вадим Рабинович, который постоянно утверждает, что у него за душой ни гроша, постоянно летает чартерными рейсами. На этот раз парламентарий арендовал борт, чтобы посетить Швейцарию и Израиль. Такая информация появилась на одном из интернет-порталов. Сколько тратит бедный депутат и отражает ли свои расходы в декларации? Об этом далее в материале. 12 февраля в 16.10 из Киевского аэропорта Жуляны вылетел вот этот джет с бортовым номером в АЮПЗМ. Спустя два часа самолет приземлился в Женеве. На борту семь пассажиров, среди них Вадим Рабинович с супругой. Эту информацию обнародовали журналисты интернет-портала «Страна.иоэй». Мы решили проверить, действительно ли парламентарий летал за границу, воспользовался чартерными услугами и откуда деньги на такую роскошь. Дорогие друзья, на мои деньги мы бы даже нормально выпить с вами не могли. Сожалею, но я не участвовал в этих вот всех крупных бизнесах. Из открытых реестров мы выяснили, борт с номером в АЮПЗМ принадлежит сербской компании «Эрпинг». 12 февраля джет действительно осуществил рейсы с Киева в Женеву. Информация о пассажирах строго засекречена. Но из своих источников мы узнали, что Рабинович действительно в этот день летал в Швейцарию, а затем в Израиль. В конце концов, в Киев прилетел из Ниццы около двух часов дня, но уже румынским чартером, бортовой номер YR-TYA. Он паспорта то ли перепутал, но вылетал по украинскому, а вернулся по израильскому. Также журналисты сообщают, что один перелет на таком джете стоит от 17 до 19 тысяч евро или более 650 тысяч гривен. Судя по посещенным странам, Рабинович осуществил минимум 4 рейса. За чей счет банкет парламентарий отмалчивается. В его декларации крупных сумм нет, но ни разу он заявлял, что в бизнесе интересов не имеет, и сам он давно на мели. Мы надеемся, что после выхода этого материала Рабинович внесет в декларацию информацию о всех чартерных перелетах и сколько денег на рейсы было потрачено. А также впишет расходы на вот этот роскошный особняк в самом центре столицы. И объяснит, откуда берет ежемесячно более 400 тысяч гривен на аренду виллы в элитном районе под Киевом, в которой бывает максимум один день в неделю. На роскошное зажиття Рабиновича непосредством неоднократно обращали внимание парламентарии. Обращались и в НАБУ с требованием проверить его декларацию и наличие двойного гражданства. По информации журналистов, израильский паспорт и второе имя Давид Рабинович получил еще в 94-м. Видимо, поэтому Давид Вадим Рабинович не боится и плюет на законы украинцев, потому что уверен, что всегда сможет убежать на свою вторую родину. Продолжение следует...